Привет, друзья! Хотите увеличить количество комментариев под любым своим постом вне зависимости от его интеллектуальной ценности? Нет, это не реклама сомнительных курсов в Инстаграме. Все гораздо прозаичнее, а главное дешевле. Просто используйте в своем тексте феминитивы. Можете не сомневаться, часть комментаторов обратит внимание исключительно на блогерку и авторку. На слова, не на вас. Смысл вашего опуса мало кого будет интересовать. Кот красный, кот красный! Тут над русским языком издеваются! А что может быть более страшнее? Да, порой именно такие формы в обличающих комментариях встречаются. Русский язык со стоповым! Горячее феминитивов в лингвистике сейчас разве что эпичные разборки училки против ТВ и миколки. Тут даже я решил попкорн приготовить. Но в любом случае, что бы вы ни сказали о феминитивах, тухлыми помидорами вас обязательно закидают. Используешь эти формы? Ааа, мои уши! Отказываешься? Ретроград! Феминитивы, имена существительные женского рода, обозначающие женщин и образованные от однокоренных существительных мужского рода, являются парными к ним. И тут сразу же напрашивается два уточнения. Во-первых, не всегда феминитивы образованы от существительных мужского рода. Например. Во-вторых, и это главный момент, феминитивы не изобретение 21 века. Да, представьте себе, их не Никсель-Пиксель придумала. Поэтому, когда шашкой наголо броситесь бороться с этим безобразием, помните, что богиня, студентка, спортсменка, царица, это все те же самые феминитивы. Просто они давно существуют в нашем языке и мы используем их с рождения. Но меньшими феминитивами они от этого не становятся. Сторонники употребления самых разнообразных, в том числе и новых, феминитивов утверждают, что они повышают видимость женщин в обществе. Из серии женщины сейчас тоже представлены в самых разнообразных сферах, а не только в лебедином озере или у плиты. И отсутствие специального слова только закрепляет в сознании стереотип, что некоторые сферы являются исключительно мужскими. Обязательно оставь комментарий о шахтерах, твой пирожок уже ждет тебя на полке. Кстати, та же ситуация и с мужчинами. Девушка прачка, а парень... А парень не может заниматься бабскими делами. Женщина сиделка, а мужчина... Сиделец. Хотя нет, сиделец это тот, кто стаканчики на митингах разбрасывает. И про правительство много шутит. Правда, относительно недавно существовала. Я думаю, она и все еще существует. И противоположная точка зрения. Нужно наоборот избавляться от слов, подчеркивающих полспециалиста. Если человек прекрасно знает психологию и давно помогает своим пациентам, совершенно не важно, мужчина это или женщина. И сторонники этой позиции ссылаются на изменения в английском языке, где в некоторых случаях пытаются уйти от гендерной окраски слов. Скажу честно, мне всегда эти объяснения казались достаточно странными. Ну, потому что я по себе людей сужу. Не совершайте мои ошибки. Если меня попросят представить учителя или врача, даже несмотря на то, что это существительное мужского рода, я скорее всего подумаю о женщинах. Потому что мой жизненный опыт говорит о том, что как минимум учителя в большинстве своем именно женщины. Мужчины учителя блоги на ютубе заводят. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Да и педиатры и терапевты, с которыми я с детства сталкивался в больнице, тоже сплошные дамы. Это не значит, что я считаю, что это женские профессии. Нет. Просто для меня род, слово и пол специалиста не идут рука об руку. Если мне скажут, что на какой-нибудь совместной съемке я встречусь с архитектором или психологом, я совершенно не удивлюсь, если перед камерой окажется женщина. С ума сойти, архитектор женщина, мир в огне! Гораздо больше удивления вызовет сам факт того, что меня кто-то пригласил на съемку. Я честно даже подумать не мог, что кто-то будет использовать грамматические характеристики слова как некое доказательство чего-бто ни было. А уж тем более, как способ дискриминации. Но недавно все поменялось. Два достаточно известных человека и известные не из серии «Посмотрите, у меня мокрые штаны в ТикТоке» выдали просто замечательные фразы. Это сарказм. Доказывающие, что для некоторых род слова оказывается принципиально важным. Кто бы сомневался. Сначала глава Роскосмоса, господин Рогозин, заявил «Разрабатываемый пилотируемый космический корабль не должен носить женское название. Его поменяют на мужское. Корабль раньше назывался Федерация, теперь будет называться более мужским названием. Все-таки корабль должен не как девочка называться, а мужским именем», цитирует РБК Рогозина. Пожалуйста, никогда не сообщайте Дмитрию Олеговичу, что такие слова как «Россия», «Родина» и «Страна» женского рода. А то че, как девчонки, пацаны не поймут. Иное дело – кувейт. Потом в историю лингвистики решил углубиться протеерей Смирнов. В одном из роликов мы уже с вами обсуждали его высказывание. У нас нет даже в русском языке женского рода от слова «педагог». Это не женское дело. У женщин не хватает дальновидности. Знаете, вот русское, на русском, пословица, они у нас все гениальные. Волос длинный, ум короткий. Просто самоксичник с такой стороны. И заметьте, это при том, что в русском языке слово «учительница» не воспринимается как нечто прилетевшее из специализированного паблика. Феминисток. Но правильно-то говорить «учитель», «педагог», а значит, не женское это дело. Сами видите, педагог – он, а вот прачка – она. Или вот замечательная история с Ириной Рейдер и Первым каналом. На интервью пригласили генерального директора Бла-Бла-Кар. Ну, директор фирмы – мужчина. А когда узнали, что директор оказывается женщина, решили отказаться от интервью, так как российский зритель к такому не готов. Женщина рассуждает об автомобилях. Иное дело – директриса. Тогда бы сразу все поняли и не связывались бы. Главная претензия к современным феминитивам не звучат. Коробят. И тут нужно рассмотреть несколько моментов. Если к любому слову просто бездумно добавлять суффикс «ка», по аналогии «студент-студентка», ничего хорошего автоматически не получится. Многие реформаторы русского языка забывают, что наши морфемы не только образуют новые слова, но и добавляют оттенки, значения. И мы, носители языка, уже давно привыкли не только к форме «студентка», но и к словам «ванька», «катька», «мужчинка», «ленка». И вряд ли кто-то будет спорить, что данные формы, скажем так, не дышат уважением. Но употребляют их люди постоянно, с раннего детства. И поэтому удивляться, что для некоторых «докторка» автоматически, по аналогии с вышеперечисленными примерами, становится сниженным словом, достаточно странно. Друзья, это язык. Второй момент связан с теми же самыми студентками и и же с ними. Теннисистками, пловчихами, поэтессами. Почему эти слова не режут нам слух? Ведь по морфемному составу, что студентка, что докторка не отличаются. Корень, суффикс, окончание. Для многих из нас характерен взгляд на язык, как на некий словарь. Вот когда-то кто-то что-то записал, и оно навсегда там осталось. Только вот язык, это живая и меняющаяся система. И уверяю вас, некоторые правила даже прошлого века вызвали бы у вас, скорее всего, точно такое же негодование, что и репетиторка. Как вам лыжня, ракурс и библиотика? Слово студентка когда-то тоже было неологизмом, и оно воспринималось достаточно странно. Потому что люди раньше с ним не сталкивались. Мы не видим в нем никакой проблемы, потому что оно вошло в активный словарный запас задолго до нашего рождения. И употребляем мы его чуть ли не с детского сада. Негативное отношение к неправильным новым словам можно отлично объяснить на примере катайконимов. Это название жителей определенной местности. С какими-нибудь москвичами и москвичками никаких проблем нет, потому что любой житель нашей страны постоянно их употребляет. На обед. Но если речь заходит о достаточно маленьком или незнакомом для нас городе, реакция практически всегда одна. Это что за попелок? А слова вполне себе правильные, зафиксированные. Но естественно, если я их слышу впервые в жизни, они покажутся мне странными. Кому-нибудь в здравом уме придет называть японку японцем? А еще лучше возмущаться, что слово японка звучит как-то неправильно и ужасно. Японка, перепонка. А гражданка... Господи, я сегодня столько феминитивов произнес, что мне теперь все слова кажутся странными. Знакомая ситуация. Много раз повторяешь одно и то же слово, и оно просто теряет смысл. Помордасом, 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 помордасом. Или вот слово анимешница. Фанаты Жожи активизировались. Так как оно вместе с анимешником появилось в нашей стране в одно и то же время, никого, кроме идейных товарищей, от него не корежат. Но вот если бы слово анимешник появилось лет на 50 раньше, как бы воспринималась анимешница правильно? Скорее всего, непривычно. Проблема принятия некоторых феминитивов заключается, на мой взгляд, еще и в том, что от некоторых из них прямо-таки веет искусственностью. То есть процесс создания нового слова просто на поверхности. Ты прямо видишь, как что-то прибавляли и склеивали. И это многих напрягает. Не случайно даже люди, употребляющие феминитивы, признаются, что сначала им было сложно. Какой бы оттенок значения мы не вкладывали в слова Математичка, химичка, русичка, врачиха, повариха. С точки зрения носителя языка они образованы естественно, по очень четким аналогиям, понятным даже детям. Грубо говоря, если школьник слышит математичка, до физички он дойдет самостоятельно. И далеко не каждый феминитив этой естественностью обладает. И вот, кстати, та самая анимешница – отличный пример естественности. Важно понимать, что заставить людей употреблять те или иные формы в обычной речи невозможно. Но некоторые стараются. И когда на тебя с пеной на губах набрасывают из-за того, что ты используешь или наоборот не употребляешь феминитивы, это ненормально. Слово либо приживется, либо не приживется. Если, например, слово авторка будет достаточно часто употребляться в информационном пространстве, новые поколения россиян, скорее всего, будут воспринимать его по-другому. Оно не будет казаться им чуждым, скорее неким вариантом нормы. Это как в дубляже и в дубляже. И с точки зрения языка, это не хорошо и не плохо. Это процесс. А вот если о людине никто в широких кругах никогда не слышал, ничем, кроме шутки-минутки, причем не самой удачной, этому слову не стать. И хорошо, наверное. Или плохо. Все очень сложно. Русский язык со стоповым. Друзья и подруги, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Огромное спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Или в эту пятницу в 20.00 на моем стриме. В общем, всем хорошего дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok